Здравствуйте, зрители мои! С вами снова я, Артур, и, конечно же, мы продолжаем прохождение Морутопия. И, да, кстати, мне тут осталось немножко отработать, мне осталось 8 дней всего лишь рабочих, ещё 2 выходных добавок между этими 8 днями у меня, прям посередине. Ну так вот, этим хочу с вами поделиться, и день сегодня-таки прошёл неплохо, хотя я волновался из-за ерунды сегодня. Ну, надеюсь, у вас денёк тоже сдался, и вы смотрите это вечерком, под чаёк, под одеялком, ну или чем вы любите укрываться, в принципе, можно и пледиком, и там простынкой можно укрыться, с тем, что хотите, вы тоже можно, не знаю, взять и этим укрыться, халатом, там, это на любителя. Ну и вот, скорее всего, устрою стрим по Resident Evil 7 сегодня. Ну, после этой записи я её сейчас быстренько сниму и выложу на YouTube. В принципе, тогда у нас всё пойдёт. Такие вот делишки у нас, ребят. В принципе, давайте у девочки возьмём лекарство. Там вот паренёк бегает. Да, кстати, насчёт Тверина мы сейчас возьмём его у Грифа. Я и забыл, что Гриф у нас бандитос. У бандитоса можно купить водяры, это логично. Они же всякие контрабандисты и воруют всё подряд, так что неудивительно. Так, парень, ты что-то у меня залагал. Ладно, если ты берёшь когти вот эти, то давай я обменяюсь с тобой. Когтями на патроны. Возьму наш пистолет многострадальный и, наконец-то, его перезаряжу. Что-то у нас как-то подтупает игра сейчас. Странно, ребят, странно, странно. Вот сейчас вот прям, видите, подтупает. Нездоровая фигня, ребят, у нас что-то происходит. Ну, эта игра не настолько прям, я бы сказал, мега офигенно визуально оформлена, чтобы, господи боже, опять этот грёбаный туман похож на обман. Давайте. Синий туман, похож на обман. Синий туман, синий туман, синий туман. Конечно, не певец, но и не поэт. Ну, а бывает, что несу я всякий бред. От души исходят все слова. Вон там чума, ребята. Вот это да. Блин, как бы нам опять не напороться на эти облака. Белые кораблики, белые кораблики. Главное на них не напороться, а то у меня охота как-то опять заразиться. Я исцелился только, я же вот прям как огурец выпил этой настойки из фиг знает чего. Вот это лавандос. Да ты издеваешься, нет? Вот это какой-то трэш, ребят. Трэша кто-то еще. Ну и что у нас тут? Блин. Прости, чувак, водяра мне нужна для дела. Да ты издеваешься, я не знаю. Вау. То иди ты нафиг от меня. Бонитосы, ребят. Уууу. Наркоман. Я думала, он умер. Сомнения, сомнения. Тяжко умирать-то от... Курносый. Вот не откупишься. А сама-то нехорошую цену предлагаешь, хозяюшка. Сомнения берет. Нужно оружие, гриф. Нифига себе. Нифига себе за армейский ботинки сколько он просит. Ну вот это, конечно, жесть. Офигеть. Мне две бутылки надо. Гриф. Ты офигел. Офонаревшая ты, тварь. Просто, блин, жадная. Ужас. Тебе вот этих таблеток накидаю в твою грибаную рожу. Так. Ну ладно. Так, ну давайте парочку ножей впихну. Мне все равно не нужны. В принципе, что я тебе могу еще продать. Нет, это оставлю. Так, не, подожди. Ножи могу еще с мальчуганами обменить. Так что давай ты свою пасть тут не раздевай на этот счет. Сейчас еще что-нибудь тебе втюхну. Скорее всего, ничего тебе не втюхну больше. Ты и так обнагревшая рожа. Ножи. Да уж, да, да, да. За такую цену я у тебя даже патроны не возьму. Круто. Револьверные стоят дороже, чем винтовочные. Ну все, бывает золушка. Да, тут все как надо. Бандиты. Бандиты. Такие перекошенные лица. Так, давайте сохранимся тогда быстренько, чтобы сейчас не заболеть. Всеми известной нашей песочной грязью. Ну хорошо, на свежем воздухе. Ништяк. Так, там нас уже ждут. Ну, вроде пока спокойно. О, мальчика. Слушай, ты же ножи принимаешь. Паренёк, ножик. Давай, ну ножик. Круто. О, мальчика. О, девочка. Девочка, стой. Стой. Стой, голубушка. Стоять. Ну что, долго будешь бегать, наконец-то? О, да. Как раз то, что мне нужно. Ммм, факинг Делинджер. Такие вот дела. Па-па-пам, пара-па-пам. Главное, чтобы у нас дорога была хорошо. Так, посмотрим, что у нас там с дополнительной частью задания. Так, Катерина. Стержень. Там, в стержень идти. Ну, окей, ладно. А, точняк. Мы же с вами в стержень сходили. Ну, можно пойти, в принципе. Там бандитов сейчас поджарят. Па-па-пам. Вот капец. Главное, тут бывшая чума. И все равно эти дома-то остались. Чумные. Что? Удивительно, если честно. Удивительно. 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 эй мочкарила вот ублюдок о зашибись не браток ты конечно красавчик на убивать нехорошо так я к соборовым ребят не стреляйте так у нас провянтых лягушек что с вами чего тут раскидались вот и вы бакалавр я только вас и ждала только вам и спешила открыть никто больше не знает об этой об этой тайне и никому не открою потому что кому же еще никак не вам который ради него сюда и явился понимаете ли о чем я понимаете ли о ком я вам теперь говорю что же о симоне симон жив я только что видела как внезапно он появился в горнах я его чувствую я не могу не чувствовать я проснулась это чувство осталось со мной там он по-прежнему там все это было неправдой химерой рубин должен подтвердить мои слова очень мая при чем тут рубин рубин должен сказать правду он никогда не лжет если попросить его поклясться именем учителя он тогда скажет вам что тела он не раскрывал симон в горнах все было химерой обманом зачем кому-то понадобилось устраивать подобный обман химеры кайна устроили эпидемию прикрылись минимум убийством симон в горнах я знаю что он там и доказательства будут если это не сделаешь ты я унижусь и спрошу самозванку если она откажется даже гору спика им аглое поверь поверить легче чем мне и надо знать симон то ведь некотором роде идея так вот успел сделать а значит ваш слава можно понимать высшей степени насказательно нет нет в этом и ужас кайнах что любую идею любую фантазию которая имеет право существовать лишь мечтах человеческих они существуют воплоти как будто прямо переносят сюда в земную деятельность и химеры весь простор доступен до человеческому воображению что же тут ужасно да на них молиться за это надо если это действительно так куда взгляните вокруг узрите итоги этих молитв нет и мне место на этой земле говорю как защитница слабых а ты мне слабых это такие как они начинают строить слабые страдают первыми все это делают кайны вызов вызов для сильных как жить остальным вы говорите от имени марионеток пусть слабые становятся сильными у вас нет жалости вы неумолимы как же так можно даже бурах ужасный потрачатель которому суждено потопить нас в крови и тот больше желает жалеет людей чем вы да уж видно как он их жалеет целовать я стрип курочку до последнего перышко принципе ничего нового у нас не появилось ну хотя бы появилась хоть какая-то информация идем опять в развалины в эти проклятые запишем ой да сейчас нам придется прыгать через костер а чё там ну еще дальше причем живой всем сексом не хотим при смерти до в этом послании символ однако червей сторожи выйдут себе подозрительно уверен что все затеряны нескими цели что скажет на это марк так марк 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 вот еще принес тверин теперь передай мне чертежи бери передоваясь осторожно он вспыхнет видел кстати как он горит это же фейерверк темно-зеленый густосиний сиреневый алый черный огонь сейчас ты все это увидишь остановись у меня есть предложение получше какое же помоги брату ты знаешь что он схвачен он убил несколько человек пытаясь помочь тебе ничего я из этого из него 10 лет страдал значит тебе все равно всем все равно и все равно скоро я тебе докажу это у нас на деле дайте мне синего пламени я желаю сгореть не в земном но в небесном огне так принесите же мне этого пьяного спирта принесите мне моего дымной густой пахучей смолы я желаю сгореть в тверине а почему ты выбрал такое место почему-то в таком виде да потому что она мне памятно после этой руины меня озарила и я понял как вознестись ввысь моя башню ввысь мы башня маска маска для досталось мне со времен моего не состоявшиеся назначения распорядителем кремации вот я исполняю свой долг ступай к андрею сначала отправлюсь к себе в таком состоянии видел никого не желаю слишком много во мне сгорело слишком много испарилась я хочу влить в себя нового пламени я думаю застал военных солдат узнали где ты живешь я перед ними чист бояться мне нечего это так думаешь нам не перепутали тебя с братом нет ты да не и ступай себе с миром но то не то верни чертежи подожди объясни мне петр что ты построил что это а ты вошел внутрь башни дети не пускают меня да это многокамерное пространство оно обращено само в себя у него нет поверхности границ пределов у него нет массы у него нет конца не верю так сходи и проверь только пусть дети научат тебя выбрать выбираться обратно это сенсация открытие который перенет мир это не мое открытие гордиться особо не о чем все получилось совершенно случайно более того я сам не понимаю как это получилось долго копался в своих расчетах непонятно что то нарушено но что это вопрос ну ты даешь зочи от шизофрении здесь меня инфекции не заразили крысы нет чё за марк ты понять не могу марк марк давайте вспомним что за марк все я скоро сломаюсь я надеюсь что так агло ильич так ладно марк а к марку бессмертнику что ли все точно что же ему мы в паре сегодня про химер мы ему скажем что ж у нас есть ребята и что же у нас есть ребятки купить ничего ну ладно я уже надеюсь плохо вышло бритва круто круто водички наберем сохранимся ну марка мы идем к марку мы идем вау чего в меня не попало тут прикол это было круто как ты братишка сама званка честнее судьбы нет бакалавр так а все потому что мы не стоим и того чтобы у нас было хоть какая то я был на пустыре видели произвели произвело впечатление что это как это вообще понимать вы же просто хотели чтобы я посмотрел не так ли сразу признаюсь это не моих рук дело ровным счетом наоборот прямой удар по моим интересам я был далек от мысли что это произведет хоть какое-то впечатление на вас разве что отвратительное но мне хотелось чтобы вы посмотрели насколько сильно впечатление это производит на черни быть что так но да это видим видите ли сделано в таком месте и в такой форме чтобы взбудоражить народ видимо кто-то хочет собрать толпу а те кто собирает толпы обычно делают это с одной лишь целью натравить их на кого-нибудь на кого метит это мне кажется что на кайнах меня больше интересует иное вы меня спрашиваете хоть хотел бы я знать кому принадлежит так не не проходили они проходимому тупицы пришло в голову мысль строить подобное предприятие представление я не знаю я знаю лишь что он очень похож на бульдога брякнувшего так в брякнувшего задушенную кошку на праздничный стол любимую кошку хозяев притом прошу заметить кто по вашему мнению лучше всего подходит под это описание помилуйте неужели вы до сих пор воспринимаете меня в прежнем качестве нет я больше не интерпретатор пантомим много чести я добровольно спешите добровольно отказываясь от славы деятели судеб вот только понарошку разве а на кого меня направлен так на кого же направлен этот удар мне собственно все равно на кого вам не ходят не хотелось быть все равно так вам не должно быть все равно вы теперь к такому сроку подошли что вам уже не может быть все равно ибо полтора дня осталось я хочу это пресечь потому что мне претит манера в которой это исполнено а вы да мне все равно это опасно но как же убрать их оттуда сейчас самый удобный инструмент для решения любых вопросов армия действительно в истину умное решение а пожалуй что и красивая профессиональный пред так предрассудок я виртуоз манипуляции никогда не воспринимал массу вооруженных людей как инструмент сказать что это антисанитарно его и сожгут только боюсь на этом история не закончится посмотрим теперь к нему идти ясно так сколько времени чисто так сходим армии скажем опять бродить туда-сюда волен я и пить захотел где носим без я наделся что в лице именно этого инквизитора я вижу не вечного врага а друга но нет она уже ответила нам какую-то роль отвела нам какую-то роль в своих расчетах и черную роль предсказывает подсказывает мне сердце скажите комодор я могу обращаться к вам случае возникновения чрезвычайных ситуаций искренне надеюсь что это так принимаю так признаюсь вам я в ярости директива который я получил от командования предоставляла мне самые широкие полномочия при принятии стратегических решений об инквизиторе не было сказано ни слова вот теперь я спешу доложить вам отделе через сайт важности в бедных кварталах города назревает мятеж вот пусть инквизитор с этим разбирается мятежи и и самое прямое дело а я в этом участвовать не буду она не делится информации со мной я не буду вмешиваться в вопрос ее компетенции неизместительности только чтобы не помешать ее расчетам не что-то подсказать внешний кизир с этим не разберется спешу там есть особенное обстоятельства он примоку касаться вашей ответственности и отвечаю за то что эпидемия не поползла сюда дальше ни при каких обстоятельствах еще я отвлекаю так отвечаю за жизнь своих солдат вот то что я знаю точно ваши огнеметчики выжигают все зараженные так невзирая на то движение движется она или нет это в пределах компетенции безусловно на пустыре костного столба они увидят много интересного на вашем месте я бы обратил особенное внимание на этот пустырь я сделаю так я поставлю независимость у лонгина из-за слонгина он доблестный офицер горячее сердце именно он и командует огнеметчиками его назначили ко мне в часть как раз перед этим делом вот пусть исполняет свои обязанности а я больше знать ничего не желаю хорошо теперь я спокоен все круто разобрались с этим делом можно теперь конфизитору ой у меня себя что-то не то я сделал тем уже дальше сохранимся лучше а опять идем мы по городу чумному в округе военные дергают затворы при каждой стрельбе вздымают курок воздух выбрасывают порох вокруг тела лежат и падая стремясь на бетонный так на бетонные дороги это больше походит на песню идешь во тьме чумной среды и видишь ты кучу всяких тварей 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 почему твари потому что вот что это такое тварь иду через мост воистину мост ем кокос обычный кокос так пойдемте кровь отдадим сейчас горбуну если он разговаривать будет а а горбун ты где я тебе кровь принес кто ушагал то блин ходячая мормозека или все ты обиделся то что твою дочку не спас нет она была нам нужна называется поучаствовал блин в боях зашибись суициднулся походу горбун вот и помер дядь горбун да и горб остался с ним положили его в гроб горб уперся в крышку гроба а он здоровый был горбун он на горбе вертел табун да уж как эта хрень получается повсюду скверно и чума и сжигают все тела пропитанные мы с полководцем не держали совет как равный равному бакалавр вот эти чертежи надеюсь вы будете с ними осторожно думаю они станут библиографической редкостью еще при жизни автора исключительно насколько я знаю этот автор он проживет еще очень недолго распущенный образ жизни повышенная возбудимость пристрастие к алкоголю галлюциногенным навязчивые фобии феноменальный накал нервной деятельности однако говоря о краткости его жизни вы что именно имели в виду что нет как вам вероятно известно еще вчера я взяла этого юношу под свою защиту отвела от него угрозу впрочем я имела в виду еще и то что такие люди как он всегда подвергаются опасности всегда скажите а давно вы знаете этого человека нет недавно да довольно давно он когда нибудь говорил вам о том что похоже о том что вы могли бы оказать на его месте не на вашем о том что гениальные люди постоянно оказываются жертвами сайли спрошу вас будьте точны ваш ответ может решить очень многое у меня стрелок же нет никогда не говорил ну хотя да если ну что же посмотрим на чертеже а сами вы что об этом думаете это несомненно шедевр полагайте что же посмотрю так приходите ко мне через некоторое время лучше всего завтра я так собирался все в принципе задание у нас выполнено можно идти спать круто тут наполонили бутылки мы живительной влагой чистой вот такие вот дела странно здоровье у нас о половинку фига себе надо подзальчиться ща вывем пару рюмах и мы пойдем на дискотеку такие вот дела а я например наделась бы что ли уже я я не могу за скорее классная картина так надо ухо почесать чтобы не чесалось сохранимся так так выпьем мы одну мекстурку и поспим мы круто давайте тогда сухариков съедим с яичком еще спать можно еще спать можно в театре маски репетируют новую пантомику так что у нас там по сводкам ничего не пишут ладно тогда я предлагаю вам сейчас быстренько перезаписаться и сейчас мы будем откидываться ради достижения нет это не то давайте загружусь опять и надо просто умереть от инфекции от всякой фигни вы понимаете от всего что может нас убить яичевку мы сможем получить для этого надо просто жесткие лекарства хавать скажем так опять чумный район да чума ты где чума я здесь я ладно пойду тогда к лекарю выпью не очень жесткого так мне короче жесткие антибиотики давай фиг газ не ну ты даешь вася пойду еще с чуваками по базаре и парень все круто странно что достижения не получили может надо просто умереть а не быть убитым давайте во сне тогда помру спать от голода умирать давай 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 сейчас могу мы будем дохнуть давай 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 стран странно 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 я думал надо этот скажем так просто погибнуть ну ладно это не столь важно мы на этом закончим скорее всего это последний день у нас осталось получается так ну давайте прочитаю тогда вечернее письмо инквизитора день десятый только напоминаю не было ли известий от бурах если прогресс проверить теории о минеральном происхождении бактерии мне бурах представляет дело так что бой нечисты и завтра грозится собрать окончательные и ясные доказательства пока у меня не было повода подозревать его в недальновидности или тем более не честно игре насколько я понимаю почва здесь такого характера что и гидеозерогические отчеты не нужны геодезические все чисто речная вода также вне подозрения что же тогда и не хочется возвращаться к теории о разносчике у нас остался последний день инквизитор алилич так ну в принципе мы на этом остановимся с вами в следующей серии пойдем в театр пантомии мы посмотрим такие вот дела на этом я с вами прощаюсь с вами был артур всем пока в следующих сериях моро утопии и да у нас все нормально сохраняя работает и всего вам наилучшего ребят и да у нас будет резак эксклюзивчик который для ps4 пока на данный момент так что посмотрим с вами мы его разберем сегодня или завтра ну увидите скорее всего сегодня ну и с вами был артур всем пока в следующих сериях до встречи